Еще три картины молодого уличного художника Александра Скриппа появились в Якутске. Они посвящены трем разным темам. Первая – полет фантазии художника. Вторая – достопримечательностям столицы. И третья – символом традиций в Якутии. Как проходил процесс работы, что вдохновило автора и где находятся арт-объекты? В материале с Раглан Захаровой. Все реалистичные рисунки с нотками кубизма и смешением самых разных стилей автор работ Александр Скриппа пока еще не определил, к какому жанру себя отнести. Это, как он говорит, придется временем после долгих поисков. Его нужно искать очень долго и очень кропотливо, чем я сейчас и занят. Но я думаю, это в конечном итоге придет либо к кубизму, либо к сюрреализму. Несмотря на свой еще совсем молодой возраст, художник не по годам философски подходит к своему творчеству. Например, картина на улице Ярославского несет под собой обращение ко всем жителям Якутска не стоять на месте, всегда идти вперед к своей мечте. Как вы заметили, ни в одной из лодок никого нет. Это символизирует вечное путешествие. То есть каждый из людей может отправиться туда, куда он захочет сам. Нельзя обрамлять себя чем-то классическим. Если вы выбрали свой путь, то держитесь его до конца. В принципе, как и сам стрит-арт-художник. В свое время родители отдали мальчиков в художественный класс, но преподаватели не поняли Александра, и он ушел из школы. Затем было и второе учебное заведение, где тоже его характер не прижился. И теперь художник-самоучка расписывает одни из самых больших полотен города. На создание одного арт-объекта уходит по 5-6 дней и больше десятков литров краски. Каждый арт-объект по-своему уникален и имеет свою историю. Например, здесь можно разглядеть надпись «Якутск-2017». В каждом из символов изображены узнаваемые места нашего города. Например, этот карась, который стоит над талым озером, или дедушка Ленин, который находится прямо перед домом правительства. Вот то, что делает Саша и его друзья, это на самом деле очень интересно не только молодежи, а вообще и в целом это интересно нашему городу, оно это украшает наш город. И, безусловно, такой пример активной гражданской позиции в таком молодом возрасте, конечно же, заслуживает всяческого уважения и поддержки. Национальный художественный музей на следующий год планирует в рамках биеннале актуального искусства посвятить целый раздел именно городской среде, стрит-арт-объектам. У нас есть конкретные места, где мы могли бы серьезные стрит-арт-объекты размещать, вот как в прошлом году по улице Кирова. В этом году мы все еще планируем участие иностранных художников и российских художников. Третий арт-объект находится на 203 микрорайоне города. На каждом масштабную картину стоит смотреть как издалека, так и вблизи, вглядываясь в каждую деталь. В одной композиции слит его едино как реальные, так и потусторонние миры, духи и люди, история и мифы. Совершенно неожиданно вписались в картину и космонавты, которые символизируют по задумке художника непрерывную связь древнего и современности. Саргалана Захарова, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск. Саргалана Захарова, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск. Саргалана Захарова, Андрей Секритов, НВК САХА. Саргалана Захарова, Андрей Секритов, НВК САХА.